Подготовка к всероссийской переписи населения 2020 вступила в активную фазу. Начиная с 1 сентября по территории всего региона к работе приступили регистраторы, люди, задача которых – уточнить необходимую информацию для будущих переписчиков. Нужно проверить, есть ли дом на месте, потому что данные были последний раз, насколько помню, с 2010 года. То есть, возможно, дома сгорели. Бывает такое, что много людей прописано в этом доме, но там уже не проживают или просто куда-то уехали. Дом, может, уже рухнул, может, этот дом снесли и построили двухэтажный, трехэтажный. Может, кто-то выкупил вторую половину и уже одна семья. Важными атрибутами регистратора являются сумка и папка с логотипами переписи. У него должно быть при себе удостоверение и паспорт. Можно узнать, сколько постоянно человек проживает? В этой половине никто не проживает. У вас дом на две половины делится, да? А в той половине не знаете, сколько проживает? Я не интересуюсь. Хорошо. Не подскажешь тогда, сколько у вас жилых помещений? Одно. Один дом. На два есть две половинки. Здравствуйте. И сколько у вас число жилых и нежилых строений? Ни один из этих вопросов без внимания регистраторов не должен остаться. Именно на основании собранных данных будут сформированы участки. Чем качественнее свою работу сделать регистраторам, тем легче будет уже во время всероссийской переписи. Дальше мы вносим все изменения, которые собрали регистраторы в нашу специальную программу. Это автоматизированные системы переписи населения. И мы будем делать уже участки к переписи населения. То есть для переписчиков участки нагрузка у них будет 550 человек. И над переписчиками еще будут руководители, инструкторы, которые тоже нам нужно разделить, чтобы у каждого инструктора была своя нагрузка. И они сидели все компактно и работали по тому участку, где будут ходить переписчики. Свою работу регистраторы завершат 30 сентября. После чего они обязаны подготовить отчеты. Кроме прочего, в них они должны указать, есть ли на жилых домах таблички с адресами. И отметить улицы, где отсутствует освещение и обитают стаи бродячих собак.